12 по 21. Когда их было мало еще числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царствов к иному племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. 13. Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. И призвал голод на землю, всякие стебель хлебно истребил, послал пред ним человека, в рабы продан был Иосиф, стеснили оковыми ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. 14. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Из Нового Завета, 15 глава Иоанна, 1 стих, 20 стих. «Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего, если меня гнали, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Ну, в Ветхом Завете эта история за Иосифа, а перед Иосифом израильского народа было очень мало, вот они переходили от народа к народу, и Бог их защищал, вот, поддерживал, укреплял и так далее. Ну, из-за истории Иосифа вы знаете, что ему пришлось претерпеть от своих братьев по плоти, потом там жена Патифара на него наговорила, в темницу его посадили, вот. И все это было по воле Божией, и братья, и сестры, и вам, то есть сестры, и братья, и вам придется подобное пережить. Ну, в тюрьму, может быть, не всем, всем надо будет идти, а, может быть, и никто не пойдет, пока, может, скоро придет Христос и заберет, а переживать подобное, если будет продолжаться жизнь, чтобы вы были готовы и к этому, если вы хотите быть христианами не по словам, а по делам. Ну, а тут история, вот Христос сказал учеников, «Ученикам меня гнали, будут гнать и вас, и мое слово соблюдали, будет слушаться и вас». Вот я и хочу сегодня, может, наверное, последний раз о гонениях и о тех переживаниях, и что Бог совершил после всего этого, после всех тех гонений, которые пришлось пережить. Ну, история Иосифа, я кратко сказал, и то же самое переживал израильский народ, вот вы проходили там все книги Ветхого Завета, закон у Бога такой. Вначале он наказывает избранный народ свой, царями там, другими, ну, например, царь Вавилонский покоряет почти все царства по воле Божией, как бы наказывает Бог, а потом наказывает этого царя Вавилонского, который все это делал. Вот такой у Бога закон и в наше время. Прежде всего он нас, народ Божий, суд начаться с Дома Божия, а потом тогда, когда он совершит, то совершает суд над теми людьми, над теми начальниками, которые делали это избранному народу Божию. Ну, я хотел бы к тому, что говорил об этих обгонениях, которые были, хотел немножко добавить, что о постах я говорил, о молитвах, вере говорил, ну, о вере я говорил мало, братья, вот, и поэтому я хочу об этом немножко поговорить, а потом о результатах всего, и чтобы мы помолились, поблагодарили Бога. Для того, чтобы была одержана победа над дьяволом, над бесами, над миром этим, у нас должна быть вера. Без веры угодить Богу невозможно, без веры мы от Бога ничего не можем получить, и вот апостол любви, апостол Иоанн, и в первом послании своем, в пятой главе, стих третий, написал такие слова. Четвертый возьмем еще, и пятый стих первого послания пятой главы. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияя есть победа, победившая мир, вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Мы можем все победы победить мир этот греховный, в котором действуют и дьявол, и бесы, ну и наша плоть тоже восстает, и люди действуют. Вот. Мы можем это все победить греховно, только верою в Иисуса Христа. И вот, когда было такое ужасное положение, о чем мы уже говорили и вы слышали, ну, когда инициативная группа появилась, то написали это первое послание, то есть указали правильный выход из этого состояния греховного, как народу Божию выйти из этого. Ну и вот написали первое послание, было, ну, совещание или общение инициативной группы, и Курычкова спрашивает, ну, хорошо, что дальше будем делать? Вот написали послание, что дальше будем делать? А он говорит, братья, а я не знаю и сам, что делать. А вот, говорит, Бог подсказал нам, а потом придет время, еще подскажет нам, что нам делать. А я сейчас, говорит, не знаю делать. Вот так, братья, бывает, мы строим планы свои, строим на будущее. А если планы наши не соответствуют Божьим планам, потом нам приходится быть разочарованными. То есть мы вроде верили, мы просили, а вдруг получается совсем наоборот. Не так, как мы хотели бы. И часто молодые люди, а на этом особенно новообращенные, разбиваются или уходят в разоблуждение какое-то, особенно о Духе Святом, пятидесятникам, или просто разочаровываются. А мы думали, а мы думали, что? Думали, что верующие люди – это ангелы. А тут не ангелы, а встречается много того, что не угодно Богу. И вот этого нужно знать, что какой наш путь, и что нам предстоит. и в вопросах жизни нашей духовной и победы, что Бог ведет нас, не говорит нам много о будущем, а вот сделали шаг какой-то и ждать, какой Бог еще нам подскажет. Если мы будем вот так не бросаться, а что мы не получили ответа, и как быть, и что делать. Вот так и Он говорит. А дальше Бог нам подскажет. Ну, потом второе послание написали. И так вот из инвестиативной группы, которая несколько человек, потом кончилось, перешло в Братство Совета Церкви, сейчас 70 тысяч. А началось вот со всего такого маленького. Как вера в Иисуса Христа совершает победу, а Дух Божий должен руководить нами в нашей жизни. Ну, вот я слышал и брат Саша говорил, что если Христос будет в нас не гостем и не квартирантом, а хозяином будет, а это процесс не одного дня, а это процесс мужики многих лет, мы будем тогда вот победителями, и все нам будет... То есть мы будем побеждать этот мир греховный. Ну, и когда вот такое продолжалось, и мир, который понимал, уже и видел, что они не победят нас, а почему не победят? Потому что смерти мы не боимся. И один из этих руководителей, который там руководил, сказал, что если Совет Церкви не боится смерти, мы его не победим, потому что другого страха нагнать на человека не может. И как написано, что последний в Коринфянам, первое послание Коринфянам 15 главе, последний враг смерти истребится. Она истреблена смерть Христом, его воскресением. И поэтому, если мы с вами можем, наверное, не можем, а должны достигать такого состояния духовного, что побеждена... Такой, вернее, веры, что смерть побеждена Христом воскресением, и у нас тогда не будет никакого страха перед этой смертью. А перед тем, что... Чего люди боятся до смерти? Боятся заболеть, боятся голода, боятся там бедствий каких-то. А все кончается тем, что боятся смерти. А если смерти не боятся, уже тогда что? Тогда человек живет свободно без этих страхов всех, которые люди мира сего переживают. Ну, и когда доходило до крайностей, братья, до каких крайностей? Что дьявол и, ну, правители нашей страны решали, что всякие-всякие крайние меры и способы принять, чтобы только ликвидировать. Ну, какие? Значит, давали сроки вторые и третьи. И Андропов вызывал колдунов из Индонезии, 10 колдунов, чтобы Брючкова найти. Вот. И это уже официально сейчас известно. И эти колдуны открыли им, что там за преступников каких-то. Обычно все правители держат возле себя вот этих колдунов, экзасенсов, которые открывают заговоры всякие или то, что им нужно. Ну, и когда эти колдуны были, там открыли определенных людей, которым надо. А Закрючкова, это мне и КГБ говорило, Закрючкова сказал, ну, эти колдуны сказали, что он находится под покровом Всевышнего, и мы за чего, ничему не можем знать. А мне КГБ говорило при встрече или в лагерь приезжало, говорит, вот где-то ваш там, КГБ в яме сидит, скрывается, как будто он кому-то нужен. Никому он не нужен. Вот надо тебя арестовали, надо Винца арестовали, надо того-то арестовали, а он нам не нужен. Я говорю, да-да, вы сказками мне рассказываете, что он вам не нужен. Ну, обычно дьявол скрывает свои планы, и я вчера говорил, когда мы открываем их планы, Бог разрушает их все намерения, и сердечные, и те, что они решили делать. И вот, братья, когда это уже они такое делали, ну, и КГБ говорил, братья, это, говорит, уже последние вздохи делает дьявол, потому что чувствует, что скоро будет дана победа. И вот, друзья, когда в таких трудных обстоятельствах, и когда надежда и вера теряются, тогда как важно, если Бог вступится и скажет свое слово. Ну, вот, хочу привести пример из Библии. Помните буря, 27 глава и 28 деяния апостолов? Буря была, поднялась на море. Везли Павла в Рим, и так как он предупреждал корабельщиков, что не надо ехать, отправляться в Рим, они не послушали, доверяли больше корм, чем ему. Ну, и эта буря какая ужасная была, что у них не было надежды никакой на жизнь. И когда уже, ну, крайность была такая, что не знали, что делать, потому что все погибали. Вот апостол Павел встал, и так как он получил откровение от Бога, то он укрепил их, всех, и они ободрились, и остались, и сказал, что все будут живые. Это в 27 главе написано, слова Павла, говорит он, и с 21 стиха, «И как долго они ели, то Павел, встав посреди них, сказал, мужи, надлежало послушаться на меня и не отходить открыто, чем мы избежали бы силы трудней и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебя должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал себе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшено на какой-нибудь остров». И так и было, потому что это ангел явился ему, и его укрепил самого, и всех, у которых уже не было никакой надежды. И вот хочу сказать, братья, тогда, когда вот такие ужасные были нападки, и у многих терялась вера, а у отдельных братьев Бог давал такую веру, что все это быстро пройдет, и что будет дарована та свобода, вот которую мы с вами сейчас переживаем. Ну, например, Николай Георгиевич Батурина, я скажу, я уже говорил, что у меня не было веры, что вот будет такая свобода, какую мы сейчас имеем. Теоретически я читал, знал, а такой практической веры у меня не было. А вот Батурин в молодежное общение было в Киеве, в лесу, и когда милиция приехала, чтобы его забрать, ну, обычно в таких случаях делали как? В центре проповедника, кругом верующие. Это уже опытом гонений научились. Если проповедник вот так, как я стоял бы в стороне, они бы пришла, там партия милиции, дружинников захватили, ничего бы не сделали. А в центре пробраться, верующие кругом, как в кольце, и ведут там какого брата, тоже в кольце, не так легко это взять практически. Ну, а и он проповедовал, братья и сестры, надо готовиться нам, что будет даровано нам свобода, проповедовать и на площадях, и в домах культуры, и так далее. Коваленко, старец из просвитера киевской отделенной, тоже говорил, говорили и другие некоторые братья, что это будет. Ну, и теперь это пришла свобода. Пришла свобода как? Ну, обычно, если идет война какая-то, то там должны быть жертвы, там бои, или как это, как сказать. Ну, война настоящая. А пришло время, что Бог так сделал, что поменялись цари, пришел Горбачев к власти, и через его Бог вот все это, все это, что мы сейчас имеем, все это сделал. Я прочитал, вот Христос сказал, меня гнали, будут вас и гнать. Мы испытали это. А теперь, что он, если меня гнали, будут гнать и вас, если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Вот все, братья, все требования, или вернее, не требования, а пожелания, которые мы имели и выражали властям и в Конституционную комиссию, и всем этим новым правителям, письма эти писал в основном Крючков, все, иногда он советовался, а вообще-то ему было дано это от Бога, как он и говорил. все это, а теперь исполнилось, это слово, в нашей жизни. Даже больше того, чем мы ожидали. Правители, во-первых, освободили всех узников. Мало того, что освободили, реабилитировали, то есть признали, что осужденные невиновны. И, ну, там, какие льготы там были, и льготы эти исполнили. И больше, чем мы даже ожидали. Конечно, сделал это Бог, чтобы мы ни одной йоты ничего не приписали себе. Вот. Но Бог делает это через верных своих детей Божьих. Поэтому и я говорил, и вы это знаете хорошо, верный человек, богат благословениями. Благословениями, это мудрый Соломон, говорит, по личи 28-20. И это в жизни так оно и есть. Так было с Аврамом, так было с Даниилом, с тремя отроками. И все верные, которые были Господу, они через их Бог эти благословения посылал. И плохо, конечно, когда если мы что-нибудь приписываем себе, или себе, или каким-то братьям или сёстрам. Вот. Христос на это сказал как? Когда в Евангелии Луки в 17-й главе Он сказал такие слова за эти победы, которые совершены. Десятый стих 17-й главы. Так, как и вы, так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. А что в 13-м псалме? Кажется, в 8-й стих написано «Не нам, не нам, Господи, а имени Твоему дай славу». Если, братья, только мы начнём приписывать человеку, себе или другому, это уже у Бога вызывается ревность. и мы будем терпеть обязательно поражение вместо каких-то побед. И поэтому Павел Эфесским просветерам говорил, что из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Вот наше время – это увлечение людьми, это увлечение служителями. Сколько всяких вероисповеданий, сколько всяких ну, отвыдений, я не знаю, сейчас, наверное, не посчитать, может быть, до сотни, а может быть, и даже до тысячи. И вот всё это с Библией в руках. И чтобы нам с вами не заблудиться, надо хорошо знать Слово Божие. Ну и что? Значит, когда начали уже освобождать, прежде всего, конечно, дьявол постарался сделать так, чтобы всё-таки сделать виновными нас. Это его такое свойство. Они получили указание, что надо освобождать. Ну, давайте освобождать, если вы помилование напишите, значит, мы освобождаем. А помилование это значит, я виновен, я прошу у милости. Вот. Ну, так было и со мной. Я был в это время в Кызилии, когда доканчивалось срок, то меня гнали, как и всех братьев, и в ПКТ, и в ШИЗОШа сажали, и так много пришлось переживаний всяких иметь. А то вдруг вызывает меня начальник колонии русский, там русский был начальник, и тувинец, над тувинцами тувинский, а над русскими этот русский. Вызывает, ну, я пришел, сидит прокурор тувы, чай, конфеты ароматные пьет, и говорит, ну, давай, садись с нами, уже теперь гнать тебя не будем, давай, по-хорошему поговорим. Ну, конечно, у мудрого Соломона написано, если враг твой говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Я это хорошо уже и опытом, и жизнью исследовал. Я говорю, да нет, я не буду чай с вами пить. А прокурор, что, боишься? Я говорю, конечно, боюсь. А чего? Я говорю, вы нашего брата одного напоили, он еле живой остался, поэтому я еще даю и не спать. Ну, вот конфеты ешь, ну, вот я-то ем, ну, и говорю, на здоровье ешьте, а я чаю по Зайковскому попью. Ну, иначе усиленно предлагать, чтобы я написал помилование. Я говорю, помилование писать я вам не буду, потому что вы судили меня как верующего человека, а теперь выходит, что вы судили меня против своих же законов, а хотите сделать, что я виноват, и я прошу помиловать. Поэтому я говорю, это и пред Богом неправда, и перед вашими законами. Ну, сколько там не уговаривали, вот, я категорично сказал, что я писать не буду и не говорить. Ну, начальник, тогда, как лукавый, обычно делает, говорит, ну, если ты не напишешь, напишем мы, вот, ты участник боевых действий, напишем, и ты поедешь домой. Я говорю, это если вы напишете, ваше дело, но я писать не буду. Ну, и приводит в пример там те, которые уже наши братья написали помилование, я говорю, я не буду. Ну, вот так он сказал, я, и жена последний раз приехала на свидание, и, ну, приехала, уехала, не буду там разговор, я уже где-то говорил, прокурора с КГБ при нас, вот, а, ну, может быть, скажу, значит, этот, КГБ наш, говорит, лагерный, говорит прокурору, то вы, ты знаешь вот этих людей? А он говорит, не знаю. Так вот, вот он сидит здесь, а его семья обеспечена, он не думает, что там будут дети голодные, да еще так обеспечено, больше, чем он был бы дома. Они же, братья, старались забрать все материально, чтобы наши дети были голодные, и таким образом принудить к тому, что они хотели делать. И еще, говорит, вот его только здесь тронь в лагере, через неделю будет весь мир знать, что его тут побили. У них есть такой совет родственников, узников, который все сообщает всему миру. Вот это то, чего они страшно боялись, отчего наши братья и сестры, я совет родственников, шли на страдания, и, может быть, умирали за друзей, жизнь отдавали, но знали, что в этом победа Божья и поражение их. Ну и что сделали? Сделали, отправили меня за два дня до освобождения, вызвали на вахту в Воронок, в Козельскую тюрьму, ну и там врачи осматривать, стали проверять здоровые, я говорю, ну чего вы проверяете меня, ждете, скоро ли я умру? А врач говорит, да наоборот, что если ты умрешь, то нам тогда плохо будет, надо, чтобы тебя до ссылки довезти, на ссылку отправить. Ну и пришлось в Красноярской тюрьме эту ссылку ожидать, а потом отвезли меня в Красноярский край, 800 километров, в Тею, на ссылку с двумя, те, которые не платили алименты. Ну, братья, что, не буду, долго и времени не будет, не буду рассказывать об этом, только когда я стоял у самолета, уже май месяц, солнышко так, приятно, после этих тюремных камер стоять, ну я стою, так и помолился, Бог Господи, что, что, куда там меня отправляют, а Дух Божий так мне тихонько и говорит, это они отправляют Тебя, они без меня, я направляю Тебя, у меня есть определенные цели. Ну, какие цели? Свидетелем быть. Там покаялись три женщины, вначале, конечно, очень трудно было переживать первое время, но, с Божьей помощью все пережили, и из-за того, что там полтора года мы побыли, жена прилетела туда с Ашкаровским Павлом, вот, и после всех трудностей и искушений дьявольских через милицию, через КГБ, через прокурора, все это Бог помог преодолеть, и показывал много чудес, которые мы испытали там, а жена мне просто говорила, вот, говорит, на ссылке, Бог дал нам здесь отдых. Как Василий Иванович Козлов, это изяшка Орлы, был ей в 60-е годы, их сослали по обе на ссылку, там, 100 километров друг от друга, а он хороший столер. И я, говорит, живу на ссылке, и столько денег зарабатываю, говорит, много, что на воле я и не зарабатывал никогда. Купил сыну, говорит, пианино, там, на молитвенный дом дал, а, говорит, думаю, а там братья и сестры молятся за меня, что я голодный, наверное, а я, говорит, никогда так и не был, и не жил так хорошо. Ну, так вот, и когда эти начальники уже там сказали мне, что вас скоро, наверное, освободят, потому что прилетали туда с Красноярска и говорили об этом, ну, и мне предлагал и начальник милиции, и прокурор там, чтобы помилование написал, я отказался. Ну, кончилось тем, друзья, что вот три души приняли крещение там, сейчас там церковь, кажется, 11 членов, купили молитвенный дом и нужно было туда ехать, то есть вот Бог-то посылал туда для такой цели. Сам бы я, конечно, не поехал, а надо, и вот все те, что братья сидели в тюрьмах, лагерях и так далее, это Бог делал для того, чтобы мы были свидетелями для царей и правителей, вот, и для всех людей, которые, которые были связаны с нами, ну, и для, там, где нужно было покаяние душ, и в лагерях, и в тюрьмах, и в этих ссылках, и так далее, ну, свои Бог, свои намерения, свои планы делал через нас. Ну, и теперь, когда уже меня реабилитировали, реабилитировали уже, когда я приехал в Кировоград, и жену, то тот следователь, который вел последнее дело, надо, ну, последний срок, он вышел с бумагами и так их вышел, вот так разложил и говорит, ну, Иван Яковлевич, вы простите меня, я человек государственный, вот, меня заставляли на вас собирать дело, я собирал, а теперь пришла бумага вас реабилитировать, я пишу реабилитацию, на вас, вы простите меня, а я говорю, я вам простил еще тогда, когда вы меня судили, это, говорю, способность дал мне Бог прощать всем, кто делает мне зло, и поэтому меня сейчас, говорю, я вам уже давно простил, а только я говорю, знаете, что я вам хочу сказать, вы такой большой государственный человек, а какой вы несчастный, тогда, наверное, чтобы, когда заставляли собирать дело, всякую клевету на меня, совесть вам говорила, что это, это, ну, неправильно делать, и судила совесть, а вы все-таки делали ради того, что вы получаете деньги, а теперь, наверное, не хотите меня освобождать, а вас заставляет, и вы пишете теперь на меня реабилитацию, я говорю, а вот мы и судили нас, и штрафовали, и вы знаете, что вы делали, сколько нам зла, а мы все-таки хотели быть верными Христу, который умер за нас, ну, и так далее, стал говорить, а он, ну, я высказал там свои пожелания, а он так развел его руками, ну, что же, говорит Иван Якович, с вами-то Бог, а с нами, ну, вот я говорю, что, что, если вы видите в нас верующих хорошее, то есть доброе, то я говорю, я советую и вам покаяться и быть таким же, и радоваться, и иметь, говорю, жизнь вечную, ну, а еще скажу, когда, ну, что-то у него было такое не как у всех, когда забрали у нас литературу, много забрали литературу, нашли тайник, вот, и потом он звонит Вере, дочке, на работу, Вера, возьми мешок и приходи, я отдам литературу вам, ну, Вера пришла, он, говорит, откладывает, что там куда, потом говорит, ты знаю, вы знаешь, вера, я столько начитался вашей литературы, что, говорит, могу быть, наверное, у вас уже и просвитером, а Вера говорит, а вы думаете, у нас стать просвитером, как у вас в партию поступать, у нас, говорит, надо покаяться, да вначале еще примут ли воскресенье, преподут ли, а потом, говорит, да просвитерство далеко, далеко еще, ну, в общем, поговорила, а он говорит, да я бы и покаялся, но за то, что я судила отца вашего, Бог мне не простит это, она говорит, Бог вам все простит, если вы искренне покаетесь, ну, братья и сестры, и когда вот сейчас мы имеем эту свободу, во-первых, мы должны благодарить за то, что Бог сделал, и мы вот имеем такие общения, и все, потому что в последние дни люди, как Павел пишет Тимофеев в втором послании третьей главы, люди будут неблагодарны, и я хотел бы, чтобы в наших молитвах, и вы когда дома будете молиться, и призывать народа Божий, побольше благодарили Бога, чем больше мы будем благодарить Бога, тем больше Он будет нам посылать благословений, ну, это Борис говорил здесь в собрании, и, конечно, Бог хочет, чтобы мы просили, просили, открывая свои желания с благодарением пред Богом, и как мы мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, ну, и вот я хочу тоже стихотворение, которое написал наш христианский поэт маленькое стихотворение «Под открытым небом». Мы видели разрушенные храмы, и на пути страданий и утрат порою получали телеграммы, что умер в заключении наш брат. Терпением отвечали на мучения, молитвою гасили пламя зла, и с верою, плывя против в течение не бросили в теванчайне весла. Несобственной мудростью и мощью держались мы у Вселенной на виду, на крепкую и святую руку Божью мы опирались каждый день в году. Нас ободрял призыв Христа «Мужайтесь!» И вот Господь Великое свершил. Безбожье воинствующего натиск на радость церкви Он остановил. Во славу Божию духовным хлебом мы делимся сегодня в простоте и возвещаем под открытым небом спасение и радость во Христе. Вот это мы сейчас имеем. И я хочу напомнить из Ветхого Завета когда израильский народ был приговорен уже к смерти и через эсфири Мердахея была вот эта одержана победа то когда-то один тоже из наших братьев писал правителям что праздник Пурим как израильский народ праздновал после той победы которую говорит будем и мы праздновать в свое время и это время тоже пришло. я это место хочу прочитать из восьмой главы книги Исфирь Исфирь восьмая глава с пятнадцатого стиха и Мардахей вышел от царя в царском одеянии яхонтово и белого цвета и в большом золотом венце и в мантии весонной и пурпуровой и город Сузе наполнился возвеселился и возрадовался а у идеев была тогда освящение и радость и веселье и торжество и во всякой области и во всяком городе во всяком месте куда только доходило повеление царя и указ его была радость у идеев и веселье и першество и праздничный день и множество многие из народа страны сделались иудеями потому что напал на них страх перед иудеями и в наше время когда возников вот освобождали ну и тоже нас пять человек последних Бойко Евгения Кифоровича меня Николая Петровича Полищевка еще кого-то пятого освободили освободили комиссии Верховного Совета и освободили тоже по попомнилованию по этим комиссиям которые ну и конечно были встречи радостные встречи ну и когда мы приехали в Кировоград то мне сказали что будет встреча назначена кажется пятого или третьего декабря я говорю зачем братья эта встреча ну все говорит уже не против не протився все что говорит будет приедут братья и хотят встречу встреча состоялась и что я хочу сказать пришла гонителька которая все время гнала наших там нашу церковь пришла и стоит у ворот председатель респолкома и спрашивает брата а мне можно тут присутствовать или нельзя а брат подходит ко мне говорит что ей сказать ну что я говорю сказать скажи что у нас вход свободный хочет она пусть присутствует не хочет пусть уходит но она там постояла ворот около часа общение продолжалось целый день и ушла ушла но братья и сестр братья та которая гонителька была все время разгоняла штрафовала и все делала теперь приходит и просит можно присутствовать или нельзя ну и еще одно хочу сказать после некоторого времени был в ростове знаете совещание и крючков впервые был там и совещание это потом проводили на ну во дворе одной семьи были брезентом накрыто было и дождь помню шел брезентом накрыли проводили совещание ну и братья сказали что придут власти обязательно придут а мы их не знаем ну и поручили местным братьям там двоим троим что если придут начальники кто-то или милиция чтобы он ну пришли и сказали чтобы мы попросили их уйти ну и на второй день или на первый день мне Михаил Ивановичу Хореву еще одному брату троим поручили значит приходить если придут ну вот приходит ростовский брат и говорит пришел начальник милиции переодетый и там сидит в конце ну мы подошли подошли к нему подхожу я и говорю вы начальник милиции он не ожидал этого вскочил а что а что тут нельзя я говорю нет нельзя тут говорю у нас мы верующие мы проводим свое совещание ну я ухожу ухожу вскочил и уходит еще на ходу и говорит тут и уполномоченный говорит еще сидит чья от страху или уже так его не знаю но уполномоченный наверное тоже ушел раз мы его не видали так братья чем вот что я хочу этим сказать вот те победы которые Бог это все делал и делает но прежде всего он должен нас испытать вот то что Иосифа испытывал то что нас испытывал и совершал победы тоже будет и с вами в жизни поэтому я хотел чтобы вы ну как сказать это знали и если с вами сейчас может быть вы переживаете что-то то это все нормально по слову Божию самое страшное и самое опасное не опасное что ли да может быть и опасное это когда быть Павел говорит среди лжеслужителей то есть устами они с нами находятся а сердцем далеко и может быть делают зло церкви это одно и чтобы знайте что рожденный по плоти будет знать рожденного по духу то есть христиане есть плотские и духовные если будете духовные обязательно будете от плотских христиан терпеть так как Иосифу пришлось как Давиду пришлось и как пришлось апостолу Павлу терпеть от коринфиана все это по священному писанию все это так должно быть и не удивляйтесь если вам придется если вы хотите быть духовными что-то вам придется переживать ну и я хочу еще прочитать слово Божие и мы чтобы помолились и благодарили Бога вот апостол Павел к шислонийской к шислонийской церкви написал что они очень много претерпевали гонений и он боялся чтобы они не отступили в этих гонениях а Бог их укреплял и эту радость приносили им и вот он в филиппийском в этой в шислонийской церкви в первой главе первом послании я прочитаю три стиха и мы сейчас помолимся Богу пятая пятая глава первая шислоний кейцев шестнадцатый и восемнадцатый стихи всегда радуйтесь непрестанно молитесь за все благодарите ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе дал бы Бог чтобы мы могли за все Бога благодарить не только за спасение не только за все его благодеяния и за скорби лишения и за праведные суды которые он совершает над каждым из нас и в семьях и в церквях это только конечно чтобы мы это делали не как-то ну лицемерно что я вот благодарю тебя за все а в сердце меня нет это тоже достигается не сразу но к этому мы должны стремиться и сейчас давайте мы помолимся Богу Аминь